К сожалению, тяжкий груз сообщения игроку о том, что контракт не будет продлен, он лег на мои плечи, сообщил об этом. Дима находился в это время в отпуске, отдыхал. Договорились встретиться в Москве. Дима попросил разрешения поехать в ту же клинику, в которой Боря-Рутенберга оперировали, для того, чтобы провести там реабилитацию после травмы, которую он получил в последнем матче сезона. Получил на это добро. Уехал туда, там на ходу принял решение самостоятельное провести операцию. Дальше есть разная трактовка. Он считает, что со стороны врача команды, смс-ка, которую тот отправил со словом «хорошо» в ответ на то, что Дима ему сообщил, что будет оперироваться, врач отправил ему «хорошо». Дима считает, что это согласование с медицинским штабом, которое у нас по договору и по статусу должно быть. Мы так не считаем. Тем не менее, запросили у Дима, я сегодня подписал письмо, все медицинские его. Да, при этом еще врачи команды обратились в три разных клиники европейских. Три клиники прислали заключение, что эта травма лечится неоперационным путем, терапевтическим путем. С этой точки зрения у нас есть расхождение на то, что должно быть и как. Поэтому вопрос, сейчас посмотрим, какие документы он представит. Будем смотреть, разбираться, но там есть вариант, что мы дойдем до суда. В различном трактовании того, имел он право самостоятельно идти на операцию, не получив поддержку со стороны медицинского штаба команд. Или нет. Это факт. При всем уважении к нему, как к игроку, как к человеку, который отдал 9 лет клубу. Спасибо. Спасибо.